MTV предупреждает. Программа содержит сцены жестокости и насилия и настоятельно рекомендуется для просмотра родителям несовершеннолетних геймеров. Игры, упоминаемые в программе, имеют возрастные ограничения и не предназначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Виртуальный мир существовал задолго до появления компьютера. Раньше его называли чертовщиной. В наши дни потусторонние силы поселились в цифровом пространстве и запугивают человека. Делают они это мастерски. Нас готовы живьем сожрать ужасные монстры. За нашей душой охотятся обезумевшие колдуны. За виртуальным углом нас подстерегают маньяки. Выход из этого ада только один — быть готовым к схватке. В эфире «Страшно интересно» — программа о самых темных сторонах виртуальной реальности. Вы увидите, как творится безграничная жестокость и насилие по ту сторону реальности. Вы станете свидетелями самых страшных изуверств, какие только можно представить. Готовьтесь. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. ЗОМБИ Сегодня вы познакомитесь с десятью самыми страшными нашествиями зомби по ту сторону экрана. Эти твари не имеют собственной воли, но обладают нечеловеческой силой и только одной целью — убивать живых. Все живое и разумное для них — лишь добыча. Просто объект исполнения воли их хозяев. Прямо сейчас вы увидите десять ужаснейших вторжений этих мерзких чудовищ. Фашистская Германия угрожала миру не только своими многочисленными солдатами — оружием, бронетехникой. От коричневой чумы можно было ожидать всего, но только не этого. Помимо обычных военных методов, верховное командование нацистов разрабатывало свое супероружие — паранормальную дивизию СС. Под руководством Генриха Гиммлера в древнем немецком замке Вольфенштейн выращивались полки убер-солдатов. Это были зомбированные и генетически измененные организмы на основе человеческих тел и тел животных. Живые и даже давно умершие туши воскрешались к органической жизни. Они программировались на уничтожение врага. Стены мрачного дворца Вольфенштейн заполнили ужасающие зомбированные обитатели. Они представляли собой опаснейшие безвольные машины убийства. Противостоять надвигающейся заразе смог лишь один американский разведчик — рейнджер Вильям Блацкович, который раскрыл тайну полчищ этих монстров и препятствовал их развитию. Томящиеся в средневековых подземельях и лабораториях отряды зомби из Return to Castle Wolfenstein открывают нашу сегодняшнюю десятку страшнейших нашествий зомби. Эш был парнем неробкого десятка. Однако на его долю выпало испытание, от которого он предпочел бы отказаться. Судьба столкнула его лицом к лицу со смертью в своем самом мерзком проявлении. Молодой человек был вынужден выйти на тропу войны с сотнями оживших трупов. Их воскресил безумный профессор Рейнкарт с помощью ужасного микрономикона — книги мертвых. Эш был вынужден воевать с полуразложившимися кровожадными телами, ходячими скелетами, другими монстрами. Он закрывал порождающие их богохульные порталы. В своих подвигах он был не одинок. Его компаньоном стал мерзкий карлик, неубиваемый получеловек-полузомби Сэм. Вместе эта странная парочка страствовала по лесам и болотам вокруг пресловутой психбольницы и в массовом порядке истребляла нечисть. Сэм, известным только ему способом, закрывал порталы. А Эш орудовал своими двустволкой, бензопилой, гарпуном и гранатометом, раскидывая шметки восставшего из небытия мяса на все четыре стороны. Смертельная миссия по избавлению мира от воскресшей мертвечины из Evil Dead Regeneration зарабатывает девятую позицию в сегодняшнем списке. Неизвестно, что стало причиной гибели цивилизации, но это случилось. В 2019 году Томас Роган с отрядом спецназа пробрался в лабораторию компании EFI, чтобы понять, что привело к апокалипсису. Было известно, что в этих лабораторных корпусах безумный доктор Кьюриер проводил жуткие биологические эксперименты, которые, возможно, и стали причиной смерти большей части человечества. Однако ни натренированность бойцов, ни решительность бывшего агента АМС не уберегли их от обитателей заброшенных помещений. Жуткие зомби, детища сумасшедшего доктора, разбили отряд и пленили командира. Его дочь вместе с его бывшим сослуживцем по имени Джейн спустя две недели после пропажи подъехали к штаб-квартире пресловутой компании, намереваясь освободить пленника. Такой поступок казался полным безумием. Здание биологических лабораторий корпорации захватило Солнце. Биозавод по производству зомби. С его конвейера сходили невообразимые мутанты и чудовища. Смерть. Дурень. Это только малая часть богатого ассортимента страшного производства. Разные внешне они были похожи в одном. Безграничной ненависти к человеческому виду и желанию превратить остатки человечества в подобных им зомби. Зомби, которые должны были занять место человека на многострадальной земле. Завод по производству жутких тварей из Хаоса в Де Три с обманчивым названием Солнце награждается восьмым местом в нашем ужасном списке. Оторвемся на пару минут от созерцания мертвичины. После рекламы мы продолжим свой обратный отсчет самых ужасных атак зомби. Даем гарантию, это будет отвратительное и завораживающее зрелище. Оставайтесь с нами. Четкого определения зомби не существует до сих пор. Но известно одно. Эти создания в корне враждебный человек. Кто-то может узнать в зомби кого-то из своих близких. Однако даже от таких встреч нужно бежать как от огня, ведь они смертельно опасны. Пережить произошедшее с тобой сверхъестественное событие очень трудно. Порой некоторым это удается. Но иногда чертовщина из прошлого возвращается. Так случилось, когда группа молодых людей пыталась убежать от ужасов своего родного колледжа в Лимфоре. Чудовищный цветок мортифилия превратил большинство учащихся в уродливых зомби. Спасаясь от них, ребята надеялись найти убежище в соседнем университетском городке. Однако зараза проникла и туда. Причем в очень странном виде. Из пор мортифилии научились готовить дурманище средство, которое стало очень популярно среди тамошних студентов. Несчастные, они не знали, что этот дурман сыграет с ними злейшую шутку. Буквально в несколько дней все они превратились в мерзких зомби, жаждущих человеческой крови. Кошмар молодых людей повторился вновь. Студенческий городок оказался заполнен жуткими плотоядными тварями, бродившими по темным коридорам университета. Друзьям вновь предстоял трудный бой. К счастью, зомби боялись света, чем молодежь и пользовалась, выбивая заколоченные окна и освещая монстров яркими фонариками. Однако силы были неравны. Форменное безумие, творящееся в стенах университета Фолкри из Обскьюр-2, занимает седьмое место среди самых страшных нападений зомби. Том Хансон, офицер береговой охраны, за годы службы повидал немало смертей. Но в одну зловещую ночь он понял, что видел далеко не все. Патрульную команду направили обследовать российское китобойное судно «Дух Востока», дрейфующее в открытом океане. Благодаря видеокамере, установленной на каске одного из бойцов, он своими глазами наблюдал ужасную сцену. Команда продвигалась по опустевшей палубе корабля. Как вдруг, словно ниоткуда, появилось нечто. Непонятные создания. В мгновение ока раскромсали тела бедняк. После чего связь оборвалась. Прибыв на российский траулер, Том увидел страшную картину. От целого отряда спецназа остались только элементы камуфляжа. Но настоящий кошмар ожидал впереди. Неуправляемая посудина буквально кишела зомби и существами неизвестного происхождения. Появившиеся на свет благодаря многочисленным биологическим экспериментам, проводимым на «Духе Востока». Эти твари, именуемые «Экзоселами», превратили команду в стадо монстров. Но ограничиваться командой одного судна «Экзоселы» не собирались. В их планах было превращение всего человечества в безмозглых зомби. И только один человек мог остановить распространение заразы. Том Хансон. Зомбированные российские матросы, зараженные «Экзоселами» и «Скоуфир», забрались на шестую ступеньку хит-парада. Огромные светлые залы, бесшумные эскалаторы, уютные и гостеприимные кафетерии. Именно таким и должен быть хороший супермаркет. Мол, в небольшом городке Вилэммет таким и был. Однако, когда Фрэнк Вест, независимый журналист, прибыл туда с заданием получить подробности о случившемся непонятном происшествии, он застал совсем другую картину. Подвешенный к потолку трупы, море крови и толпы наседающих зомби. У Фрэнка не было оружия, поэтому против этих тварей шел весь ассортимент товаров. Хоккейная клюшка, топор дровосека, бензопила, газонокосилка, канистры с едким моющим средством. Иногда обычная электрогитара спасала ему жизнь. Впрочем, вскоре журналист понял, что не может спастись сам, не вытащив из этого ада, который еще вчера был раем шопинга, немногих оставшихся в живых. Прорубая себе путь сквозь ряды монстров, он отчаянно пробирался к тем, кому еще мог помочь. Но самым ужасным было то, что для спасения у него оставалось совсем немного времени. Всего 72 часа. Супермаркет из Дэд Райзинг, ставший для группки выживших людей настоящей тюрьмой с зомби-надзирателями, изменил представление о розничном рае и взял пятое место нашего хит-листа. Успешный бизнесмен в дорогом костюме, покрытый татуировками байкер, девушка модельной внешности и потрепанной жизнью ветеран вьетнамской войны. Казалось бы, увидеть эту четверку совершенно не похожих типажей в одной компании можно только в театре абсурда. Тем не менее, судьбы Луиса, Фрэнсиса, Зои и Билла переплелись самым тесным образом. Это четверка, единственный, кто смог уберечься от захлестнувшей мир кошмарной эпидемии, вызванной мутировавшим вирусом бешенства. Непонятно откуда вырвавшаяся зараза за считанные дни превратила людей в зомби, единственной целью которых стало уничтожение всего живого. Выжившим ничего не оставалось делать, кроме как, забыв о предрассудках, стать командой. Только так они могли противостоять толпам чудовищ. Взрывники, охотники, коптильщики, танки, ведьмы. Миллионы адских созданий всех мастей противостояли жалкой горстке людей. Но то уже была не горстка, а единое целое. Вооружившись пистолетами, автоматами и дробовиками, четверка начала войну с ордами инфицированных. Толпы зомби из Left 4 Dead, противостоящие четырем оставшимся в живых людям. Занимает четвертое место в списке самых ужасных зомби виртуального мира. Совсем скоро перед нами предстанут три самых массовых и страшных нашествия мертвичины из виртуального мира. Не переключайтесь. Они восстали из мертвых, чтобы умножить свои ряды. Им неведома жалость и сострадание. Им вообще неведомы чувства, ведь это просто ходячие куски мертвого мяса. И тем страшнее и противнее противостоять нападению таких отвратительных существ. Прямо сейчас вы увидите лидирующую тройку нашествий зомби цифровой вселенной. В 2038 году на мир опустилась тьма. Утратившая всякое чувство самосохранения земля обрела свою кару в виде апокалипсиса, погрузившего планету в бездны древнейшего ужаса. Из адовых глубин на поверхность выползли создания, готовые пожрать и уничтожить любое проявление жизни. В считанные дни все живое было истреблено ужасными демонами, монстрами и миньонами. Те несчастные смертные, которые попадались им на пути, либо были растерзаны на куски, либо превратились в безумных зомби. Люди стали ужасными ходячими кусками окровавленной плоти. Они не чувствовали боли, им были чуждо любые переживания. Все, чем они руководствовались, была слепая механическая ярость и жажда уничтожения. Единственной надеждой человечества осталась лишь небольшая кучка рыцарей тамплиеров, с давних пор обреченных скрывать свое существование. Когда настал их час, они обрушили свой священный гнев на эти ошалелые полчища. Обычное оружие на сатанинской отроде не действовало, поэтому тамплиеры разили их особыми магическими пулями, снарядами и мечами. полчища мерзких зомби и крушащие их рыцари-тамплиеры из Хеллгет, Лондон ведут непримиримую борьбу на третьем месте нашего кит-парада. Однажды Генри Таунсенд проснулся в отеле в городе Саус-Эшфилд и обнаружил, что не может выбраться из своего номера. Дверь была прочно заперта, окна было не разбить, телефон не работал. Единственным выходом из комнаты оказалась страшная дыра в стене туалета. Однако это был вовсе не выход, а портал в потусторонние зловещие миры. Темные коридоры и мрачные закоулки, в которые попал Генри, были полны поистине ужасающих созданий. Среди всех порождений тьмы особенно страшны были зомби, появлявшиеся буквально из ниоткуда. Эти фигуры с нечеловечески уродливыми пропорциями были какой-то дьявольской помесью мертвых людей и призраков, облепленных плотью. Их движения были противны самой человеческой анатомии, а стоны и рык, которые они издавали, не имели ничего общего со звуками живых существ. Эти твари были неправдоподобно сильны, однако их неповоротливость и неразумность давали Генри призрачный шанс на победу в борьбе с ними. Как позже он выяснил, эти трупы были наполовину ожившими жертвами маньяка Уолтера Салливана, из-за которого и закрутилась вся эта цепь мистических и ужасных событий. Отвратительные обитатели параллельного мира из Silent Hill 4 The Room населяют темные просторы второй строчки. Какое же нападение зомби снискало лавры самого страшного? Какое нашествие победило остальные по своей кошмарности? Об этом вы узнаете сразу после того, как вновь окинете взором всю мерзость, присутствующую на предыдущих позициях. Открыли наш хит-парад полки боевых зомби из Return to Castle Вольфенштейн. На девятом месте находится борьба с толпами зомби, восставших из поганых порталов, с которыми воевал отважный Эш из Evil Dead Regeneration. Восьмую позицию занимают продукты фабрики мертвецов из House of Death 3, стремящейся истребить все человечество. Седьмым стало обращение в ужасных зомби простых американских студентов из Obscure 2. На шестой позиции дрейфует российское судно Дух Востока, доверху полное агрессивных зомби, бывших русских матросов из Cold Fear. Пятой строчкой отмечено дьявольское безумие, творящиеся в стенах торгового комплекса из Dead Rising. На четвертом месте за свою жизнь стоят четверо непохожих друг на друга человека, объединенных вопросом выживания среди смертельной круговерти из Left for Death. На третью ступеньку взошли полчища мертвецов, населяющих британскую столицу после катаклизма 2038 года из Hellgate, Лондон. Серебро в нашем ужасном соревновании взяли ожившие в потусторонних мирах жуткие жертвы сумасшедшего маньяка из Silent Hill 4 The Room. А теперь взгляните в глаза смерти. Мы представляем нашего победителя. Десять лет прошло с того момента, как отряд Stars Bravo столкнулся со страшным Т-вирусом. Но у командира подразделения Криса Редфилда словно перед глазами стояли те кошмары, которые он увидел в проклятом Рэкун-Сити. Однако он не мог даже и предположить, что зло, от которого его отряд, казалось бы, навсегда избавил мир, не только не погибло, но и начало новый поход на человечество. Прибыв в Западную Африку по заданию подразделения по борьбе с биотерроризмом, он с ужасом обнаружил, что забытые богом местные поселения стали обителью пресловутого Т-вируса. Было видно, что зараза пустила здесь корни, причем основательно. Обитатели этих африканских трущоб потеряли свою человеческую сущность, превратившись в агрессивных тварей с омерзительной внешностью. Торчащая на месте головы червеподобная извивающаяся конечность с челюстями, мешкоподобное создание с огромным топором. Такими предстали перед Крисом жители деревни. Во что бы то ни стало, нужно было остановить распространение заразы. Вот только простым уничтожением расплодившихся тварей дело не кончилось. Ведь ими управляли совершенно конкретные люди, циничные и жестокие. Альберт Уэскер, бывший зараженный вирусом, пожелавший руками мутировавших зомби загрести власть над миром. А также Шерри Биркин дочь создателя этой отравы ставшая его помощницей. Спровоцированное ими массовое нападение зомби из Resident Evil 5 стало самым страшным за всю историю виртуальных нашествий подобного рода. Достойное первое место. Только что вы увидели как 10 раз подряд смерть праздновала свой жуткий карнавал а танцы в нем исполняли кошмарные зомби. Если вы не сойдете с ума до наших следующих выпусков то позже мы продолжим щекотать вам нервы самыми пугающими проявлениями компьютерного мира. Раз от раза вам будет все страшнее и все интереснее. Редактор субтитров А.Семкин